Привет, друзья! Это Егор. В последнее время в медийном футболе появилось очень много тем, мнения, по которым у публики расходятся. И в том числе расходятся мнения по этим темам и у самих непосредственных участников событий. И вот сегодня, присутствуя на передаче, на Матч ТВ, я услышал очень интересный способ обучения студентов, то ли журфака, то ли у какого-то другого вуза. Им дают определенную тему для рассуждения, ну, например, повышение пенсионного возраста. Выдают две бумажки и призывают одного человека, например, если он вытянет бумажку, поддерживаю, поддержать идею повышения пенсионного возраста, а другой, если вытянет бумажку, например, отругать эту систему, отругать, например. И сегодня, вот буквально сейчас мы сидели за столом, я решил точно так же сделать с какой-нибудь насущной темой из медиафутбола. У меня украли конфету. У нас с Артемом может быть абсолютно разное мнение на этот вопрос. Оно может быть какое-то там 50% туда, 50% сюда. Но в данный момент мы получим бумажки простить или наказать. И будем отстаивать вот эту точку зрения, какое бы мнение у нас ни было на самом деле. А главная тема выпуска, конечно же, поведение футболистов Тудроц в поезде «Ласточки» Нижний Новгород-Москва. Don't sorry very well. I'm in the East, right? I'm in the East, right? What we know? А также поведение главного тренера Тудроц Дмитрия Кузнецова, который отпинал одного из сотрудников медиафутбольных СМИ. То есть, еще раз. Если мы вытаскиваем, один из нас вытаскивает карточку простить, он объясняет, что в принципе ничего страшного не произошло. И наказание эти товарищи не заслуживают. Ну или серьезного наказания. А другой, который вытаскивает бумажку наказать, должен будет наоборот топить за то, чтобы их дисквалифицировали до конца сезона. Что мне за это будет? Я думаю, что Дмитрий Викторович Кузнецова нужно максимум на один матч еще дисквалифицировать. И условно дисквалификацию до конца сезона это будет справедливо. Я думаю, он сам на это согласится. По Кузнецову, на мой взгляд, ситуация достаточно простая. Потому что в медийном футболе постоянно происходили какие-то стычки. И пинок под зад, который он дал, не сильно отличается от всего того, что происходило до этого. И если сравнивать с предыдущими наказаниями, то, соответственно, и Кузнецова не стоит наказывать на очень сильно продолжительное время, как бы ярко этот эпизод не выглядел. Поэтому нормальное наказание, один или два матча, дисквалификации и, возможно, какое-то еще условное наказание. У нас время, короче, минута на размышления. Сейчас мы скинемся, кто первый будет говорить. Давай. И кто-то может первый говорить, блядь, ты, Павел, на ходу придумаешь. Ты что, тезисы выписываешь? Ну, а как еще? Блядь, журналист. Он никак чувствует, работает. Ну, минуты, в крайнем случае, полторы. Давай полторы минуты. Поехали. Ну, первое, что хочу сказать. Тот парень, который получил пинок от Дмитрия Кузнецова, находился на поле абсолютно легально. То есть, Лига всегда пропагандировала ту ситуацию, чтобы как можно больше контента выходило, в том числе, с поля. Потому что это основной актив работы Лиги. Этот молодой человек был аккредитован именно как журналист. У него была аккредитация СМИ. То есть, он выполнял свои профессиональные обязанности. И то, что сделал Кузнецов, во-первых, это было воспрепятствованием деятельности журналиста. Что, вообще-то, нарушение не только закона медийного футбола, но и закона Российской Федерации. Это очень важно учесть. Во-вторых, когда Дмитрий Кузнецов после матчевых интервью говорил о том, что он просил журналистов разойтись, есть целые видеозаписи, которые говорят о том, что ничего он подобного не просил. Да, он обращал внимание на своего игрока, на ману, но, повторюсь, журналисты именно выполняли все свои необходимые функции. Более того, Дмитрий Кузнецов нанес удар журналисту. То есть, не просто воспрепятствовал его деятельности, но и посигнул на его здоровье. В том числе и ментальное, потому что парень еще молодой. Помимо этого, Дмитрий Кузнецов является кумиром молодежи. У Тудроца самая большая аудитория болельщиков. И мало того, что у Тудроца аудитория болельщиков, он еще и легенда ЦСКА. Капитан той самой команды, которая выигрывала чуть ли не золото. То есть, если брать совокупный интерес конкретной персоны, то Дмитрию Кузнецову он максимальный. И показывая, что можно так поступать с людьми, со своего сверхотуры, своего статуса, так пренебрежительно относиться к журналистам и вообще к людям, которые просто делают свою работу, применять к ним физическую силу, это недопустимо, неправильно. И требует немедленного, грубого, жесткого наказания. Все, блядь, ты больше наговорил, так нельзя, ты, блин, минут сорок наговорил. Ну что я могу сказать, друзья, не суди и не судим будешь. Да, действительно, люди бывают, выходят из себя. Но нужно понять, этот парень не пришел записать никакой приятный положительный контент. Он все это время выискивал конфликты. Он все это время старался найти негатив. И что в итоге получилось? Ты негатив ищешь, и он к тебе приходит. Дмитрий Викторович Кузнецов, он актер, которому мешают на сцене. Зачем это делается? Ведь Дмитрий Егоров перед началом сезона уже поднимал эту тему. Он уже говорил о том, что мы находимся в очень стрессовых условиях, которые кратно начинают множиться. Весь этот стресс, все это напряжение на тебя в результате большого скопления людей на бровке. Ты не понимаешь, где тебе вздохнуть свободно. А когда твой игрок лежит на земле окровавленный, и вокруг него собираются люди, как оршуны, смотрят на тебя и ждут твою негативную эмоцию, конечно же они ее получат. Конечно же в таком эпизоде у Дмитрия Викторовича Кузнецова не было другой реакции. Этот паренек просто пробегая мимо попал под горячую руку. Ну как ты можешь осудить человека, который весь в игре, который отдает себя всего? Как? Это тренер команды. Тренер команды, двухкратных победителей. Чемпионов, бля, золотом. За его спиной Бигсон и Краб. И чтобы он реагировал на это без эмоций, да никогда. А что эмоция такая, давайте ее простим, ребята, чтобы она не повторилась более. Так, во второй части, по идее, мы должны друг друга разъебать вопросами. Давай, я начну. Давай. А ты что, флексишь, когда сам удак? За все время я не позволил себе не нанести ни одного удара. Я всегда решал все вопросы в правовом поле. Я делал предложения лиги, я собрировал коалиции для того, чтобы такие люди, как вот этот молодой парень, которые не имеют журналистского образования, которые не официально зарегистрированы как журналисты, но при этом получают аккредитацию, чтобы их не было, чтобы они не раздражали людей. Но я тебе отвечу, что Тудроц, в отличие от меня и Дмитрий Кузнецов, и представители команды, они систематически говорили, что СМИ как раз имеют право снимать все, что захочется, где захочется, в каком угодно виде и состоянии. Поэтому они приняли правила игры. Если вы приняли правила игры, то удар журналиста — это грубейшее нарушение, повторюсь, не только медийно-футбольных правил, но и каких-то административных норм законодательства Российской Федерации. То есть теперь, если у меня телефон в руке, и мне 12 лет, я тоже журналист? Если тебе лига выдала аккредитацию, да. Если некоторое время назад ты слышал о том, что любой телеграм-канал, у которого больше тысячи подписчиков, уже является до различных принятий норм и законов, он уже является СМИ. И повторюсь, здесь легитимизирующим органом является лига, которая наделила медиа-арену параметром СМИ и дала аккредитацию этому человеку, который стал журналистом. Хорошо, а скажи вот мне честно, что могло больше травмировать этого молодого человека, если бы ему дали просто пинок под зад, как это произошло, или если бы ему кто-то подошел и спросил, сказал точнее, что он хуй сосет за зарплату 60 тысяч? Что бы могло большую травму нанести? Моральный вред, не учитывая, что ими словами сказаны. В тот момент, когда было предпринято это высказывание, оно было обращено к человеку. Чтобы моя зарплата больше стала? Да, и у которого не было аккредитации СМИ. Он не являлся журналистом, он являлся членом организационного комитета. И мы не знаем, какие функции у членов организационного комитета были на тот момент, может быть, в... Кроме как сосать? Возможно. Твои вопросы давай, пожалуйста. Какие вопросы? Есть ощущение, что ты пытаешься отмазать Кузнецова только потому, что ты сам несколько раз на поле наносил удары людям, в том числе и по лицу? Знаешь, я тебе скажу, я не из того и скажу, что я кого-то бил и прочее. Да, я не вот этот человек, который будет за морали качать. Я не Вася Маври на столе, который будет рассказывать, кому как себя вести. За мной грешки есть, я это понимаю. Я просто человек, который приезжу из того, что не нужно судить других. Нужно просто говорить, не надо делать плохие поступки и все. А то, какой человек сделал поступок, он и так сам знает. Дмитрий Викторович Кузнецов, я уверен, изнутри, понимает, что совершил деяние, которое больше никогда не повторится в его исполнении. И дай бог не повторится в его исполнении никого из медиафутбола. Ты считаешь, что если мы простим Кузнецову многоприкладство здесь, то не развяжем ли мы руки всем остальным тренерам и сотрудникам, которые будут просто пинать представителей СМИ? Я считаю то, что Кузнецов совершил благой поступок. Он прошел по тонкой грани, показав, насколько серьезный может быть инцидент. Но он никого не травмировал, не сломал человеку жизнь, но продемонстрировал сообществу, насколько это может быть серьезно. Соответственно, мы должны отреагировать следующим образом. Сказать, что это крайне недопустимо, что штраф в будущем будет 2 миллиона рублей, что вы сядете в тюрьму, если кого-то ударите, и что это ни в коем случае не должно больше происходить на медийном футбольном пространстве. То есть, мне кажется, Кузнецов даже знал, на что он идет. Он специально продумал, чтобы защитить жизни других людей. То есть, этот жуткий инцидент, на твой взгляд, это всего лишь прецедентная вещь, для того, чтобы были прописаны какие-то нормы законов? Да, это то же самое, что взять заложника и отпустить его потом, сказав о том, как легко ты смог взять заложника, чтобы в будущем заложника... То есть, это был социальный эксперимент? Я считаю, да. Теперь по ситуации с электричкой. Меня украли конфету. А что касается игроков в поезде, им нужно выписать штраф в соответствии с законами Российской Федерации. Этого достаточно. Ну и предупреждение на какой-то штраф от лиги в случае повторения. Ну там, от лиги, чтобы больше штрафов было. Условно, если 5 тысяч штраф от государства, то от лиги 150 тысяч. Ну, если вдруг такое повторится. Это же прецедент первый. И правила, значит, вырабатываются первые. Если же говорить о том, что кто-то как-то вел себя в поезде, то это, в принципе, обычная ситуация. Здесь должны разбираться правоохранительные органы. А уж точно не лига. Потому что, опять же, контент различных клубов за всю историю был в том числе и построен на том, как кто-то где-то потусовался, кто-то где-то выпил, кто-то еще что-то такое сделал. Ничего сверх в поезде не произошло, на мой взгляд, тоже. Поэтому эту ситуацию я бы вообще оставил за скобками. И как бы никого не наказывал и не журел. Я считаю то, что ребят нужно просить. Да, действительно, они себя вели не самым подобающим образом. Кто-то может сказать, что они пример для молодежи. Но давайте мы не будем исключать алкоголь из нашей жизни. Потому что многие прибегают к такому способу расслабления. Да, есть люди, которые вообще не пьют, пытаются медитировать, ходить, гулять. Но есть люди, которые после серьезного эмоционального напряжения, вместо того, чтобы идти и драться, как, например, хочется, это трезвым людям сделать, они идут, выпивают пару бокальчиков и спокойно едут домой. И тут вопрос больше не к ним, а к человеку, который сопровождал их во время этого всего пути, к контролеру или как оно там называется, я не знаю. Она же могла, исходя из того, в каком состоянии люди находятся, подойти и к ним обратиться менее агрессивно. Когда ты хочешь доебаться до человека, ты всегда найдешь слова, которые вызовут у него сопутствующую агрессию. Она даже не пыталась найти слова, которые вели бы все это в мирное русло. Поэтому Газдан ответил, не то чтобы жестко, но просто не очень корректно для СМИ. Но в целом никто никого не ударил, никто нигде не блевал, ничего не сломал. Что касается ситуации с Коршом, то мне кажется, если бы он ноги наверх не закинул, возможно, у него была какая-то мышечная травма. И он беспокоился о том, чтобы сыграть полуфинал. Я понимаю, да, скажете, ну так не делал себя вести, но с другой стороны, представьте, здесь он дискомфорт двум людям доставил. А если бы в финале не забил решающие пенальти или були, то там бы страдали десятки тысяч болельщиков тут рос по всей России. Поэтому придется выбирать. И он выбрал меньшее зло. Я бы хотел сказать, что медиафутбол все равно обладает социальной функцией, потому что направлен как раз на подрастающее поколение, которое только закладывает себе определенные нормативы и ценности на будущую жизнь. И когда их кумиры, которые когда-то еще недавно финтили красиво в тиктоках и разговаривали о том, что они вообще не употребляют алкоголь, а такое дело в том числе и Корш, предстают в неприглядном виде в электропоезде, находясь в окружении женщин, детей, проводников, сотрудников полиции в том числе, когда они, понимая, что находятся в состоянии алкогольного опьянения, не идут на попятную, не приносят извинения, а просто унизительно относясь к окружающим, закидывают ноги на кресло в ласточке, но это просто недопустимо. И здесь именно лига как контролирующий орган, учитывая, что это не подсудное все-таки преступление, должна этих ребят наказывать для того, чтобы следующим, которые впоследствии поедут на один или иной, на тот или иной выезд, чтобы им было неповадно так себя вести. И воспитывать здесь должна в первую очередь лига, понимая, что да, есть футбол, есть традиции, что можно выпить, но никогда не нужно представать в образе паскуд, да я даже сказать больше ничего не могу. Лига контролирует. Хорошо, что они ничего противозаконного не делали, но нужно здесь держать у хвостра. Задавай вопрос, ты первый. Представь, что ты вместе со своей девушкой или вместе с близкими людьми едешь рядом, и пьяное быдло мешает тебе читать книжку или просто общаться? Неужели ты хочешь сказать, что за это не стоит наказывать? Ты знаешь, если так произойдет в моей жизни, я сяду и вдыхаю этот перегар от сидящего рядом быдлона, я буду задумываться о том, почему я сейчас не лечу на частном самолете, почему все-таки работал не так усердно, почему не пришел к тому успеху, который разделяет меня настолько, что я даже не соприкасаюсь с этими элементами общества и найду в себе лишнюю мотивацию. И как мне кажется, я уверен, что мужчина сидящий со своим ребенком так и понял, не надо, не надо с этими людьми спорить. Нужно думать о себе, нужно находить в себе эту мотивацию, становиться лучше, богаче и улетать в космос. Соприкасаться с людьми вокруг не стоит, ты одинок, ты волк, люди вокруг все делают неправильно, ты только один можешь контролировать свою жизнь, и чтобы ее контролировать лучше, ты должен избегать общественных мест, ты должен избегать транспорт, ты должен избегать все, что связано с неконтролируемыми ситуациями для тебя. Поэтому я бы нашел мотивацию для себя, станет лучше работать больше. Если ты считаешь, что, ребят, ничего супер жесткого не совершили, им не нужно наказание, в том числе и от лиги, не почувствуют ли они вот этот элемент свободы, который сыграл дурную роль с такими людьми, как Саша Кокорин. Ну и если не брать Сашу Кокорина, который в один из таких эпизодов просто ударил человека стулом и оказался в тюрьме. Мы уже знаем множество таких предметов, когда безнаказанность рождала разнузданность, и общество, прощающее такие поступки, в будущем делало львиную услугу этим ребятам. Я считаю, что в данном эпизоде порицания общества уже было достаточно для того, чтобы впредь не повторять подобное. Люди сделали вывод, не надо их сейчас наказывать, они и так в состоянии проигравших, хоть и выиграли матч. Ты знаешь, то, что у них все складывалось не так, как они хотели, но их эмоциональное вот это напряжение, оно только таким образом могло бесконфликтно выйти изнутри. Я успокоен. Иначе, я уверен, зная, что они спортсмены, в них бурлят гормоны, они бы могли с кем-то подраться. А тут они просто расслабили свое тело и дали мозгу отдохнуть. Ведь не каждый человек способен ходить и медитировать быть, и внутри себя там эту агрессию на какие-то благие мысли менять. Только Эрик Яна мог. Все остальные либо пиздятся, либо пьют. Давайте примем природу человека и будем находить из двух зол меньшее. Тодротс годами не могут наказать крапа, он превращается в совсем уже асоциального элемента. Тебе не кажется, что вот повод, чтобы проявить жесткость? Ты знаешь, у меня был один знакомый, который один раз выкурил сигарету. А его отец очень не любил людей, которые курят сигареты. И вот его отец узнал о том, что он выкупил сигарету. И он не забрал у него пачку сигарет. Он заставил его съесть пачку сигарет. После этого мой знакомый не курил. Возможно, с крапом работает так же. И ему нужно перебрать, чтобы впоследствии не добрать. Не боишься ли ты, что все то порицание, которое ты пытаешься на ребят натравить со стороны общества, оно может привести к тому, что ты сломаешь их морально и изломаешь их судьбу. То, что их родственники от них откажутся. Что люди, которых раньше поддерживали, отвернутся от них спиной. Они окажутся одни, загнанные в угол. Это всего лишь из-за одной выпитой бутылки пива. Ну или двух, какая разница? Как ты правильно говоришь, это будет даже хорошо. Потому что именно в тот момент, когда от них все отвернутся, они поймут, где они находятся. Они поймут, что рядом и вокруг нет этой мишуры. Они поймут, что они сами целостные личности. И поймут, что делать для того, чтобы общество их ценило, любило. И что делать для того, чтобы они приносили этому обществу максимальную пользу. Но тогда у них, получается, синдром отличника будет работать. Когда они будут делать все ради того, чтобы их общество приняло. Они сделают вывод, который будет исходить из того, что они хотят, чтобы их снова полюбили. Но это же не искренняя любовь. Почему тебе должно любить за что-то? Ты должен в первую очередь любить закон. А в законе написано, что в общественном транспорте, особенно на поездах, нельзя употреблять те или иные виды напитков. Если мы не можем даже заикнуться о том, чтобы наказать людей, которые нарушили общественный порядок. Я не говорю про полицию, я говорю про нас самих. Потому что мы здесь моральные камертоны. Но если мы не можем их пожурить, если мы, как советское общество или как люди в советских фильмах, не можем повесить их фотографии на доску позора медийной футбольной лиги, хотя бы на время, то кто же мы сами-то такие? Мы те самые люди, которые других не судят и за собой следят. Спасибо, до свидания. Пока. Хорошо, блядь, я никого не застрелил.